Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других, потому что им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатий. Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты. Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер. Мертвому это вовсе ни к чему. Никогда ведь не можешь сказать с уверенностью, какое место занимаешь в чужой жизни. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии. Мне 30 лет, сказал я. Я 5 лет, как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью. След испытанного страдания скорее можно сравнить с потерей пальца или зрения в одном глазу. С увечьем живаешься, о нем вспоминаешь, быть может только раз в году, но когда вдруг вспомнишь, помочь все равно нельзя. Говорят, душевные раны рубцуются. Бездумная аналогия с повреждениями телесными. В жизни так не бывает. Такая рана может уменьшиться, затянуться частично, но это всегда открытая рана, пусть и не больше булавочного укола. Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади. Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, а когда пьян, никому не хочется знаться с тобой. Неумелый водитель до тех пор безопасности, пока ему не попадется навстречу другой неумелый водитель. Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель. Я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны. Я вообще живу не раздумывая, поэтому мне всегда весело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok